13.06 Кира начинается программа «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько, а напротив меня главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Николай, добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем приятного аппетита. Хорошие гости каждый раз со своей формулировкой. Замечательно. Напоминаю нашим слушателям, что у вас всегда есть возможность задать нашим спикерам вопросы, интересующие вас, если вы зайдете на сайт эхакирова.ру и заполните форму анонса. И к твоему приходу, коль есть вопросы на сайте эхакирова.ру, в частности, Григорий Иванович спрашивает, уважаемый Николай, вам далеко до пенсии? Как вы относитесь к повышению пенсионного возраста? Опять нагнут, с восклицательным знаком, не с вопросом. Что я могу сказать, до пенсии мне недалеко, к сожалению. Хотелось бы, чтобы было дальше. А ну вот, пожалуйста, возможность. Да, да, да. Вот по нынешним временам мне осталось 4 года, поэтому эта тема меня так или иначе тревожит. Но что я могу сказать? Конечно, нагнут. Конечно, нагнут из того, что сейчас говорится, сколько есть предложений по поводу того, как изъять пенсионные деньги. Изъять, ты считаешь? Да, в любом случае, потому что если срок выхода на пенсию определенной группы людей отодвинут, то их денежки эти, как раз они не пойдут по назначению, а будут использоваться для каких-то других целей. Да, естественно, они просто будут свободны какое-то время. Поэтому если взять и всех, отодвинуть так лет на 5, то у государства получится такой займ, беспроцентный причем займ, потому что пенсия у нас индексируется, так сказать, не по коммерческим процентам, а по таким очень условным. С другой стороны, вы знаете, я бы с удовольствием этот возраст все-таки отодвинул, потому что представляя те суммы, которые, условно говоря, мне светят, когда я выйду на пенсию, у меня туда не хочется совсем. А сейчас, к сожалению, в очень многих отраслях люди, которые достигают вот этого возраста, их начинают выталкивать. Не потому что они плохие работники, наоборот, они хорошие, опытные работники. Но дело в том, что в некоторых, так скажем, отраслях в образовании, например, стаж идет в зачет, и стажисты получают слишком много денег. А в режиме экономии это невыгодно, и поэтому я знаю, что в этом году очень многие педагоги, директора школзавыча были вынуждены выйти на пенсию, хотя могли бы работать еще 10-15 лет по состоянию здоровья и по тому опыту, который они имеют. А если бы этот возраст был на 5 лет отодвинут, они бы еще могли лет 5 поработать. Сейчас просто взяли вот так вот и лишили работы. Ну, вот вчера Алексей Кудрин, экс-министр финансов, высказался по этой проблеме и сказал, что вопрос, похоже, решенный. Правда, что касается увеличения пенсионного возраста, и здесь еще и обозначается таким термином, как заморозка пенсионных накоплений на 2016 год. Правда, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что окончательного решения о заморозке пенсионных накоплений в 2016 году пока не принято, и подчеркнул, что в Кремле знают о точке зрения правительства на этот счет, и позицию президента отказался озвучивать. И напоминаю, что Минфин говорит, что мера необходимая, а Минтруд сопротивляется и говорит, что условий пока нет. Вот на кого тут ориентироваться? Я думаю, все-таки на Минфин, потому что, когда речь идет о наполнении бюджета, то, как обычно, уже такие мнения социальных министерств учитываются гораздо меньше. Скорее всего, понятно, что с 2016 года пенсионный возраст не изменят, потому что к этому нет просто готовности определенной. А вот то, что касается вот этих вот накоплений, о которых сегодня практически весь день говорят, это, скорее всего, произойдет. Ну, это делается, насколько мы понимаем, для того, чтобы золотать дырки в бюджете. Безусловно. И до каких пор? Вот все равно же ведь не хватит на то, чтобы блатать то, что сейчас мы ощущаем в наших карманах. Ну, как до каких пор? Дело в том, что... А государственный карман и дыра в нем, наверное, увеличивается еще больше. На эти темы можно, так сказать, говорить очень много, да, но так как никто из нас не имеет, так сказать, информации, сейчас никакая гадалка не скажет, сколько будет еще это продолжаться, потому что это зависит от очень многих причин. Поэтому речь-то не идет о том, что сколько это будет. Речь идет о том, что как бы нам следующий год протянуть, да, или может еще этот закончить, потому что уже в некоторых районах бюджеты кончаются. То есть вот сентябрь, октябрь, а дальше бюджетных денег нету. То есть зарплаты бюджетникам пока неизвестно, из чего будут платить. Это по Кировской области, ты говоришь? Ну, безусловно, у нас же они так спланированы были практически все с дефицитом, то есть просто денег нету. Может быть, они где-то найдутся еще за это время, может быть, нет. Но люди уже как бы готовятся к тому, что Новый год будет встречать опять весело, как в прошлом году. В прошлом году тоже многие не получили на Новый год деньги. Такое тоже было. Поэтому сколько это будет длиться, я не знаю. Конечно, хотелось бы, чтобы это как можно быстрее закончилось. Надежда есть у тебя лично? У меня, я не знаю, я вообще такой человек оптимистичный, я всегда хочу верить в самое светлое, лучшее. Но как-то вот, глядя на то, что происходит и в стране, и вокруг страны, мне кажется, пока следующий год точно будет очень тяжелым. Ну, вот следующий вопрос от нашего слушателя на сайте Ахакирова.ру. Елена спрашивает, Николай, вы наверняка служили в Советской армии. Все тогда служили. Вас радует тогда? Вот она, видимо, смотрит видеотрансляцию на сайте Ахакирова.ру и понимает, что Николай из тех времен, когда служили в армии. Я как бы этого не скрываю, я бы заслужил. Вас радует или печалит тенденция к серьезному увеличению расходов на оборонку в Российской Федерации? Более того, я служил... Мне кажется, вопросы даже как-то взаимосвязаны. Да, более того, я служил 6 лет. 6 лет в Советской армии я служил. Поэтому, как бы, вот, сказать, так сказать, долг родине, как сейчас говорят, он был, да, и... Говорить, что все в те годы служили или более поздние, я бы тоже не стал, потому что очень многие люди всеми правдами и неправдами от этого дела уклонялись. И самое интересное, что многие из них сегодня с высоких трибун учат нас патриотизму. Хотя вот сами свой долг родине почему-то решили не отдавать по разным хитрым причинам. Что касается бюджета, понимаете, вот, военный бюджет любой стране необходим в наше время, да. Потому что, ну вот, как я не относись к нынешнему руководству страны, да, было бы другое руководство, было бы какое-то еще, и все равно военный бюджет необходим. Тем более, в той ситуации, которая сейчас происходит в мире, я даже не беру от события, условно говоря, наши близкие в Украинске, я беру вот эти вот, Ближний Восток. Сирию. Да, Сирию, вот эту вот запрещенную на нашей территории организацию, которая называется Исламское государство. То есть, в любом случае, сейчас, условно говоря, все мировое сообщество занимается тем, как эту проблему решить. И, насколько я понимаю, Россия в этом тоже намерена принимать участие, потому что это опасность, и в том числе для нашей страны существует. Правильно ли я тебя поняла, что ты говоришь о том, что эти бюджеты военные будут еще увеличиваться? Дело в том, что тут и тоже есть как бы две стороны вопроса. Просто так увеличить военный бюджет – это дело нехитрое, да? Это защищенная вещь, президент сказал, и все произошло. Но я вот здесь почитал доклад летом, помнится, когда Владимир Владимирович принимал участие в приемке госзаказов, да, и посмотрел, как реализуются вот эти вот госзаказы, на какой стадии, с каким количеством брака и ужаса, да, то есть я понял, что если просто так выделять деньги, то и будут просто наполовину неизвестно куда тратить. Вот такой бюджет нам точно не нужен, потому что вот на момент, насколько я помню, тогда… Неизвестно куда тратить, воровать ты имеешь? Там не только воровство, там простое разболтайство наших огромных количеств. Там в том числе и наши предприятия, Великие Обороны, упоминались в этом докладе, тот же завод «Маяк», который там провалил свой заказ государственный, причем провалил его и в срок сдачи, и еще в следующий срок, который им дали тоже. Они просто выпустили некачественные заказы, я уж не помню точно наименование изделия, там не буду брать. И тоже соседний с нами концерн «Калашников», там даже была реплика одного из принимающих, что, господи, они столько денег на эту рекламу потратили, а такой простой заказ, простую линию мне дать не смогли. То есть вот такой бюджет нам точно не нужен, потому что это идет где-то воровство, где-то обычное наше разболтайство российское, а еще деньги дали, дай бог с ним. И потом получается, что у нас что-то там взлетает, где-то не там падает, и в таком духе, да, или кинказармы рушатся и так далее. Вот такой бюджет нам точно не нужен. Поэтому здесь речь идет о том, что, конечно, должно очень строго все контролироваться. Производство вооружения, оно ведь выгодно государству не только в плане о том, что оно защищается, а в плане о том, что оно просто продает. Мы же активный продавец оружия, в том числе и на страны Востока, и в страны Южной Америки. Это, опять же, доход для бюджета. Так, слушай, ну если так все происходит, вот правда, по последним опросам в различных организациях люди, в общем, не очень торопщат, не очень там заявляют о том, что происходит как минимум с пенсиями. Вот эксперты активно высказываются, а народ как-то смиряется. И судя по твоей риторике и интонации, ты тоже спокойно относишься к тому, что пенсию заморозят, а пенсионный возраст увеличат, военный бюджет увеличат. Тебе не жалко, что твоя пенсия уходит на военный бюджет? Почти, наверняка, будет все равно урезан. Потому что, судя по всем отрепликам, которые раздаются из Минфина, там, из налоговой, отовсюду, урезать придется все. Или, как они говорят, секвестрировать. Так, по-моему, да? Придется все, в том числе и военный бюджет. Может быть, его оставят на прежнем уровне, но с учетом изоляции это будет все равно минус. Дело в том, что, если бы даже у нас военный бюджет урезали, то, я думаю, ни на культуру, ни на спорт, ни на образование эти деньги все равно бы не пошли. У нас есть много других статей, куда бы эти деньги шутокали. Ну, на развитие. Нам ведь нужно проводить системную реструктуризацию экономики. Сколько это стоит, еще никто не говорил, проводить ее нужно, потому что мы уже видим, что на нефти мы жить не можем, значит, надо проводить. И я представляю, какой это будет праздник триллионов, там, и миллиардов. То есть, применение этим деньгам нашлось бы все равно. А что это такое системная реструктуризация экономики? Нет, ну, нам нужно уходить от сырьевой модели экономики и каким-то образом развивать промышленность, развивать в будущем систему. То есть, надо создавать какие-то, опять же, институты, какие-то аминфации, конечно, это же государство заинтересовано. Это же государственная будет реформа, опять же. Поэтому я говорю, что найдутся. У нас, как только где-то появляются свободные деньги, тут же желающие находятся. И обычно это как раз не из тех секторов, о которых мы говорили. То есть, ни образование, ни культура, ни спорт, ни здравоохранение, скорее всего. Так это же замечательно, если промышленность начнет возрождаться. Только вот ты сказал, что даже нынешние существующие крупные предприятия не способны были выполнять госзаказ, так как же они там будут строить и возрождать? Так, ведь никто же не говорит, что она в одночасье-то возродится. Главное, чтобы в одночасье деньги хлыли. У нас и так в России. У нас ведь раньше-то хотя бы делали вид такой, что, условно говоря, когда что-то строят, плохо, но строили. И уже остатки воровали. А сейчас сначала воруют, а потом уже не построили, что-то случилось такое, бывало же такое, приезжают, по документам там уже вся инфраструктура должна быть. Кстати, в Кировской области такое было. Приезжали к нам проверяющие, помнишь? Из фонда развития ЖКХ. Приезжают на местность, по документам там все уже есть, инфраструктура есть, только осталось домик строить. Приезжают, смотрят, а там нет ничего. Понимаешь, там на 100 с чем-то 7. 107, по-моему, миллионов. То есть у нас сейчас уже традиция даже изменилась. То есть раньше бы положили плохие трубы, а сейчас даже плохих не кладут. Потому что сначала надо изъять бабки. Вот то же самое, я думаю, будет вот с этой программой системной реструктуризации нашей экономики. Показ, основную часть, опять же, не переведут на счет аршорных фирм. Никакого движения не будет. Потом, когда уже что-то произойдет, может быть какая-то... Ну, я боюсь, что уже она будет бесполезна. Такое ощущение, что все равно приближение некого такого маленького апокалипсиса ощущается у тебя. Так я бы не хотел его ощущать, да. Ну, куда же его девать-то вот так? Мы же слушаем радио, как минимум, а в Москве как минимум слушаем. Мы хотим или не хотим, видим, что происходит. Вот смотри, на сегодняшний день, это я беру информацию и текст практически, который вчера прозвучал тоже в программе «Особое мнение», и задался этот вопрос господину Шлемензону. Я к нему сегодня еще вернусь. На сегодняшний день из миллиарда рублей, запланированных на капремонт в этом году, это по Кировской области информации, израсходовали всего 3 миллиона. Из миллиарда 3 миллиона. В фонде продолжают уверять, что все успеют до конца года, то есть сделать, израсходовать, и, видимо, отремонтировать. Как ты оцениваешь эти шансы на успех? Ты очень сама хорошо сказала. И, видимо, отремонтировать. Уже вот, понимаешь, у нас же был опыт ремонта не за счет... 3 миллиона из миллиарда. Не за счет вот этого фонда. Помнишь, в свое время, когда Московский фонд давал деньги на капитальный ремонт, он проводился. И как он проводился, мы тоже прекрасно помним, да, вот эти вот крыши, которые якобы отремонтированы, подвалы отремонтированы, которых в доме нет. То есть ремонт проведен, а подвала не было и нет, да? Ну, ты сейчас вот какие-то вещи такие криминальные называешь? Ну, это криминальные. Дело в том, что по этим... Разве фонд компримонта не под пристальным взглядом зоркого ока находится? Так дело в том, что все эти факты-то ведь они известны, но ни по одному из них, насколько я знаю, никаких уголовных дел не возбуждалось. Потому что оказывалось так, что какой-то представитель жильцов, не поймешь, с какой квартирой бабушка, что-то где-то расписалось. И оказалось, что жильцы-то довольны. И какие претензии к теперь? Жильцы приняли, а что у вас потом случилось, мы не знаем. То есть в ЖКХ, в сфере, тут лукавства вообще очень много. Скажи, вот скажи, до конца 2015 года планируется завершить ремонт порядка тысячи домов. Освоить оставшиеся сколько миллионов получается из миллиарда? Из миллиарда, если быть из 3 миллиона, это будет 997 миллионов останутся. Вот, 997 миллионов. Освоить до конца года, понимаешь? Совсем не трудно, их можно освоить за неделю. Даже увезти ведь сложно такие деньги. Но нужно вкладывать, нужно ремонтировать, реконструировать. Насколько я знаю ситуацию, сейчас даже на уровне проекта... А что, нельзя было просто сказать, друзья, не успеваем? Эти деньги перенесли на свои деньги? У нас никто что-то никогда не говорит. Вот когда наступит 1 января, скажут, вот по объективным причинам. По объективным причинам. У нас всегда ссылаются на что? На закон о конкурсах, аукционах, да? Что, к сожалению, то-то, то-то, то-то. В связи с ним затягиваются сроки? В связи с ним, безусловно, затягиваются сроки, выделения, финансирования, субсидирования и так далее. Вот. Это ведь каждый год было. Что-нибудь у нас затягивается, и никто, опять же, никакой ответственность за это не несет. А говорят всегда, что, конечно, все будет. А потом в декабре месяце все отремонтируют. Вот. В декабре доложат, что все в соответствии с планом сделано. Но по объективным причинам там чуть-чуть есть небольшие недоделки и так далее. Понимаешь, вот тот же фонд. Объясни мне, пожалуйста, почему нельзя, почему нельзя сказать, вот, в связи с этими объективными причинами, номер один, номер два, номер три, номер четыре, освоить деньги не успеваем, отремонтировать не успеваем, вот у нас новый график, чтобы все все знали. Чего стесняются? Насчет вообще прозрачности этого фонда, вот я сегодня просто читаю, значит, жители Амутнинска заходят на сайт нашего любимого фонда и смотрят, ага, там разместили информацию конкретно по домам. Какой дом, сколько собрал там, какой заплатил, сколько процентов. Все ясно. Да. Берет мужчина свой дом, находит, и видит у него написано 0% оплата. При том, что он, да, платит каждый месяц этот взнос. Это мужчина какой-то реальный? Конкретный, да, с именем и с фамилией. И наоборот, дом, где живет глава района Амутнинского, 100% оплата. Что ты такое говоришь, потому что с чем ты подозреваешь? Да, хотя в этом доме... Что же не может глава района оплатить капремонцию? Там не он один живет, это многоквартирный дом. Там все такие, соответственно? Нет, в том-то и дело, что совершенно точно есть информация, что там платят не все, да. Вот уровень достоверности этой информации. Это даже вот на таком еще, на совсем начальном. Это пишут люди где? Это на Амутнинске, Амутнинске, Вести Плюс. Там есть просто вот как бы читатели с адресом дома, там что-то есть. По трем домам там такая информация, которая не соответствует действительности. Вполне возможно, что они, конечно, просто не успели ее разместить, да. Но опять же нам-то сообщили, что эта информация сейчас всем доступна. Там же сбыв в системе может быть. Конечно, это же Амутнинск, это далеко, туда интернет плохо долетает. Там некий по дороге, да. То же самое вот с этим вот ремонтом. Безусловно, понимаешь, вот к сожалению, чем вот это вот говорить сейчас, что у нас все хорошо, сказали бы, да, не успеваем, и сделали бы качественный ремонт в течение следующего года. Но будут делать тяп-ляп в этом году, освоят все, сколько мы насчитали, 997 миллионов освоят, да. А потом все это придется переделывать уже за счет жильцов, это все. А что людям делать в такой ситуации? А что могут люди сделать в такой ситуации? Ну, а вот смотри, в Амутнинске какие зоркие люди. Вот они зоркие, да, они эту информацию... По своему дому писать, письмо добиваться. Дальше-то что с этим будет? Ничего с этим не будут. Выдали информацию, все улыбнулись, пошли жить дальше. То же самое, когда пойдут вот эти вот капремонты, и окажется, что отремонтировали не то, не тем материалом, не на том месте, не в том доме. Эта вся информация, она будет появляться, будут выезжать комиссии, что-то еще. Но никаких делов обучаться не будет, как это и было по фонду капитального ремонта. До сих пор, по-моему, не знаю, в Кирсе, по-моему, да, на улице Пушкина дом. Самый, наверное, скандальный дом, который пермская фирма строила, кстати. Там ведь до сих пор еще ничего не исправили. Хотя до приезжала куча комиссий, куча чего-то, но там, по-моему, привезли только эти плиты, которых не было, а должны были быть. И что-то еще там связанное с крышей сделали. Все остальное, как было, так и осталось. Прошло уже на лет пять. А денег нет. Деньги те, ведь фирма забрала, фирма ликвидировалась, естественно, как и положено пермской фирме, она ликвидировалась. Но очень глобально это масштабы получаются. Все-таки 997 миллионов – это не мало. А здесь уже не 16 миллионов, а поэтому же Кирсу – это 16 миллионов. Для районного бюджета это просто кирдык. 16 миллионов, да? А у нас сколько таких районов? Так, 997-й бюджет. А чего народ? А чего народ? Народ живет. Живет в Молчине. Куда он денется? А он уже все всем сказал. Начиная там от ООН, президента и прочих. Туда приезжали комиссии, возбуждались какие-то дела, там что-то еще. Где-то иски подавались. Дом стоит, они живут. А им куда? Из дома-то из этого куда они будут? Понимаешь, там дом-то был как раз, опять же, под расселением. Под расселением строился. Там все уже все сказали. Там уже больше сказать нечего. Там просто надо сейчас найти деньги и сделать. И денег нет. И фирмы нет. Ты платишь за капремонт? Я не плачу за капремонт. Это принципиальная позиция? У меня муниципальная квартира. За меня платит муниципалитет. Хорошо, да? Да, вот. Понятно. Смотри, возвращаясь к Юрию Львовичу Шлемензону. Это главред РЕН-ТВ в Кирове. Вчера в программе «Особое мнение» здесь он на твоем месте сидел и говорил, что для него не так важно, кто будет возглавлять общественную палату. На вопрос ведущий, Дарья Пузлеева, вы бы кого хотели видеть? Он говорит, я предлагал Копырина. Копырина сказала, что у нее самоотвод она не будет. Он сказал, в конце концов, не так важно. Честно говоря, я слушала и удивлялась. Ну как же так? Как это не важно, кто возглавит общественную палату? Ведь очень многие тут в этой студии, за ее пределами, в том числе и члены общественной палаты, в первую очередь они говорили, что с приходом Андрея Усенко, который пока еще исполняет обязанности, до октября месяца, насколько я понимаю, секретаря общественной палаты, с его приходом очень многое изменилось в работе членов общественной палаты. Она стала заметнее, эффективнее. Но как это не важно, кто ее будет возглавлять? Дело в том, что я, конечно, очень хорошо отношусь к Андрею Леонидовичу. Я очень был рад, что он возглавил общественную палату. По крайней мере, это человек, который умеет нормально сказать о том, что он делает, и понимать примерно. Но я совершенно согласен с Юрием Львовичем, опять-таки, без всякой обиды для Андрея Леонидовича. Потому что кто бы эту палату не возглавил, это все равно останется общественная палата Кировской области, со всеми ее мизерными полномочиями и со всеми ее очень скудными возможностями. По крайней мере, при Андрее Усенко была вот такая активная движуха, но движуха такая, как бы, знаешь, такая немножко смахивает на какой-то непрекращающий субботник. То есть все активно работали, проводили какие-то мероприятия, все прочее, прочее. То есть вот такая активность, как бы, когда, скажем так, когда активисты, вот всегда, они становятся, как бы, такой частью муниципального хозяйства, начинают активно работать на пользу муниципалитета. В этом ничего плохого нет. Работать надо, помогать надо муниципалитету. Но есть другая функция в общественной палате, защищать общественные интересы на уровне законодательного, в том числе. Каким-то образом корректировать принимаемые законы, которые ухудшают жизнь населения города и области. Ну вот, и посмотри, то есть Андрей Усенко, он имел возможность выйти как секретарь общественной палаты в ЗАГС собрания и сказать. Он мог такое сделать. Но не каждый, между прочим, может выйти и донести это. Как же, опять же, возвращаясь к вопросу, не важно. Нет, ну, понимаешь, дело в том, что выйти и сказать, и Андрей Усенко, и я могу выйти и сказать. Но ведь другое дело, что это ничего не изменит. И какое бы мнение, например, общественная палата не имела по тому же закону о капремонте областного, да, его приняли, вот как он есть, да, и сейчас вот ничего в нем не меняют. И в этом плане палата, она не станет более сильной, либо более слабой, если у нее будет другой руководитель. Потому что ни тот, ни другой ничего изменить не сможет. Ну, понимаешь, что-то... Вот к закрытию... Смотри, вот у нас в России был президент Путин, был президент Медведев, но снова, значит, президент Путин. Разные люди были у власти в России, а что-то изменялось, ничего не изменялось. Потому что государство и система управления оставалась та же. И роль палаты, вот как она сейчас есть, она останется той же самой. Способ формирования ее, даже несмотря на то, что там появились представители законодательной власти, на самом деле он остался тем же. То есть власть формирует себе общественность. Понимаешь? Власть сама формирует себе общественность, с которой ей удобно и хорошо работает. А не общественность формирует палату, которая доносит ее голос до власти. Это совершенно разные вещи. Поэтому, независимо от того, кто возглавит, отсюда останется та же. Хотя бы мне, между словом, жаль, потому что вот с Андреем Ильичем всегда было приятно, во-первых, поговорить, а во-вторых, он все-таки был полон такого, он и сейчас полон этого энтузиазма, он же его здоров, слава богу, чего ему желают, да? Ну, как руководитель палаты, он был полон такого вот, какого-то энтузиазма, и говоря с ним, разговаривая с ним, хотелось верить, что все-таки, что вот я ошибаюсь насчет палаты, да, и что она что-то... Вот, ты веришь? Все равно. Нет, мне хотелось верить, когда на уровне ощущений и впечатлений менялось отношение. От этого, безусловно, да, харизма как бы руководителя не имеет значения. Но практически-то результат оставался тем же. Юрия Львовича в секретаре. Даже Юрий Львович в босс-секретарях, он тоже ничего не изменил. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, и, кстати говоря, снова вернемся к Кусенко. Продолжается программа «Особое мнение». По-прежнему у микрофона Светлана Занько, и напротив меня по-прежнему главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков, и это его особое мнение мы сегодня слушаем. Я... Можешь еще раз сказать? Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Кстати, хочу... Вдруг за время рекламы... Хочу еще извиниться. Дело в том, что мне очень сегодня трудно говорить, потому что я прокусил язык, и, знаете, бывает такое. Бывает. У детей особенно часто. И, знаете, вот у тех, кто ходит по нашим улицам, в темноте освещаются улицы не очень хорошо, да. А ты подал уже заявку насчет неосвещенных улиц? Идет уже сбор горячей линии. Там дворы. А я шел, кстати, по центральной, одной из центральных улиц, в томное время, и просто, ну, у меня немножко есть такая уже стариковская куриная слепота, скажем так, кокетливая, да. Но на самом деле не очень хорошо, ведь, ну, я просто ногой стукнул в ямку, да, ногой стукнул в ямку, и тут вот со мной это и случилось. Вот. Ну, с другой стороны, может быть, и хорошо. Звучишь ты хорошо. Иногда ведь лучше писать, чем говорить, да. Да, звучишь ты хорошо, но... Но это, понимаешь, вот я вспомнил фразу, как-то про меня сказал глядский поэт такой себе, Георгий Антонов, он сказал, иногда Николаю Владимировичу бывает трудно говорить от подступившего к горлу языка. Вот у меня сейчас примерно такая ситуация. Я не знаю, о чем там речь шла. Я в те времена, мы с тобой знакомы не были. Ну, да. Возвращайся, я говорила, что к Усенко вернемся. Вот ты говоришь, что может сделать секретарь общественной палаты. Однако, на прошедшие две недели, как раз секретарь общественной палаты совместно с бизнесом-будсменом нашим господином Бавиловым активную чью работу провели по поводу законопроекта об изменении поправок в закон об изменении ставки арендной по торговым центрам и другим... А можно тебя поправить, раз мы на поправках говорим? Да. Дело в том, что ведь Андрей Леонидович Усенко, он не только секретарь общественной палаты, он еще и вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Да, по этой теме у него и должности. Но, кстати говоря, когда мы говорили о том, что в эфире, когда были Усенко и Славиловы, мы когда говорили, что нельзя ни в коем случае принимать в двух чтениях этот законопроект или поправки, как они там называются. Ну, это законопроект. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Они тут говорили в понедельник, а как раз на той же неделе были комитеты и Заксобрания. Мы спрашивали, что вы будете делать, если на комитетах вас не поймут и не поддержат. Усенко-то сказал, я в конце концов, как секретарь общественной палаты, могу выйти в Заксобрание. Так что... Так вот, ладно. Дело в том, что в Заксобрании ведь там уже и многие депутаты выходили, которые вообще полномочны, да? Но, тем не менее, в первом чтении закон уже принят. И я уже здесь же, в эфире, в шел разговор, когда помнится Глутула и Дмитрий Русских. И когда мы задали вопрос... У вас с Володей... Да, да, да. И мы задали вопрос о том, что какова вероятность, что этот закон может быть не принят во втором чтении, то, как оказалось, эта вероятность нулевая. То есть все законы принимались во втором чтении при любом раскладе, позиции и позиции, скажем так. Так что, вероятнее всего, может быть, с какими-то небольшими правками, да, с очень небольшими, он и будет принят. Может быть, вместо одного процента будет 0,9 процента. Но не 0,5, как хотелось бы... Как хотелось бы, в том числе и господин Лусенко, да, он настаивает 0,5 и 3 тысячи квадратных метров как точка. Да, увеличить площадь. И на этом фоне вот этого обсуждения горячего, да, и прогнозов тоже таких не самых хороших по торговым центрам и фактического их состояния, вступаются новые-новые как раз сообщения по поводу того, что пустеют наш торговый центр. Вот и Джумул, крупнейший, современнейший, как нам казалось, самый популярный среди жителей Кирова. Оттуда тоже, мы это можем наблюдать, и даже в новостях стали писать, по уходу каждого магазина, каждого из торгового центра. Там, по-моему, уже под два десятка где-то ушло, да? Да, он с самого начала не был полностью заполнен, но тем не менее, ты понимаешь, какие новости стали распространяться уже на всех практически порталах? И еще один магазин ушел вот оттуда-то, в данном случае из Джимола. Какой прогноз по развитию розничной торговли, промышленными товарами? Вот сразу хочу сказать, одежда там, да, какая-то техника и так далее. Ты можешь ждать на ближайший год. Что мы увидим? Как ты думаешь, переход вдруг на местное, полное перепрофилирование, там, возрождение фабрики 8 марта, с фармом, с фармом. Хорошая, кстати, фабрика была, и было бы неплохо, если бы она возродилась. Прощение с джинсами Левайс, может быть, ты нам с джинсами, с Левисами мы не прощались даже в советское время, и со Шранглером, и с Левисом мы все раздружили. Возрождение в спекуляции. Нет, ну, понимаешь, было всегда как, что, ну, в Кире, например, можно было съездить через промхоз и купить, ну, приличные джинсы, да, или, например, если нужна девушке красивая тряпочка, можно было съездить в Москву или в Чепецк, и это очень красивое купить. Дело в том, что Киров, сам по себе город бедноват, область бедновата, да, и сейчас ведь это все не связано, собственно говоря, с арендной даже платой как таковой, потому что и там, насколько я помню, в Джимморе отсчет арендной платы идет, исходя от условной линии. Но если сложить одно и другое, увеличение арендной платы и снижение покупательской способности на снижение, то они сейчас уходят, потому что плата растет в связи с изменением курса рубля к доллару. А плата там, насколько я, по крайней мере, как мне рассказывали, она привязана к курсу доллара. То есть она растет, соответственно, таким же точным темпом, как растет, либо наоборот, опускается наш зеленый друг. Поэтому как бы... Зеленый друг. Ну, куда же мы от него, мы его никуда не можем, да. Поэтому как бы вот с... Зеленый друг, кажется, наоборот. С введением вот этого нового налога это пока никак не связано, даже без его введения. Нет, я вам просто как слагаемый тебе предлагаю. А процесс... Всякие разные эмбарго, санкции, понижение покупательской способности. Процесс, он как бы все это в сумме, потому что одно порождает другое. То есть дороговизна порождает, обнищание, дорогая арендная плата порождает повышение себестоимости продукции, предприятий, соответственно... Как ты себе представляешь, в каких магазинах мы с тобой окажемся через год? Вот я как раз по той же улице, где я прокусил язык, недавно шел днем и посмотрел. Что за улица такая, Россия? А не буду называть, да. Вот не буду и все. А за город, послушай. Иначе скажут, что я клеветал улицу, да. Вот, шел днем и посмотрел. Я редко вообще смотрю название магазина, такой не магазинный человек, да. Я говорю, что меня всегда одевают старшие товарищи, там старшая сестра, например, что они купят и ходили, а хожу там, знаешь, пять лет хожу, пока она не заметит, что я уже все износил, я снова чем покупаю. Но все равно, как бы, картинка остается, я что стал замечать, что уже на довольно-таки центральных местах, довольно-таки центральной улице появляются магазины с громким словом Second. Шинная улица. Не в углу где-нибудь, знаешь, как у нас подвальчиков? Красиво, прямо. Second hand. Там просто красиво Second. Там, где раньше продавали фирменные джинсы, сейчас продают Second. И вот в эту сторону сейчас торговля неминуемо будет в Кирове уходить. То есть, понимаешь, спрос на хорошие, качественные, брендовые вещи, он довольно-таки ограничен у нас всегда был. Сейчас он тем более ограничивается. Так? Соответственно, те люди, которые могут себе позволить, они могут съездить в Нижний, в Казань или в Москву, и в те города, где эта торговля не свернется, потому что там достаточное количество денег. Из Кирова она будет постепенно, даже не то, что из Джимола уходить, она будет постепенно просто уходить, потому что вот в этот период на нее просто нет спроса. А вот ты представляешь себе потом ситуацию, весь народ в Сайконде, а правительство в итальянском костюме? Как? В костюмах. Они переоденутся, как ты думаешь? Никогда они не переоденутся. У нас, когда весь народ ходил в 90-е в Сайконде, правительство так же точно ходило в хороших, дорогих костюмах. Это считается у нас, у нас это считается нормальным. У нас считается нормальным, понимаешь, я иногда просто удивляюсь, когда выходит, например, депутат на трибуну и говорит, вот, кстати, о том же законопроекте по капремонту. В бюджете нет 150 миллиардов, миллионов лишних, то есть в бюджете нет, и перекладывают все на население. А у населения есть. Понимаешь, вот считается почему-то так, что у нас бюджет-то нищий, а население богатое, да. И вот это совершенно спокойно. У нас не могут в райцентре районная власть тротуар отремонтировать, да, привлекают программу ППМИ, население вносит, вот население может работать, а глава района покупает свою машину за полтора мульта. И он считает, что это нормально, понимаешь, поэтому они будут ходить в дорогих костюмах, они люди вполне себе обеспеченные. Так ведь? О чем мы говорим? Их вот этот как раз вот вариант не касается, они могут съездить, они постоянно так ездят. А вот скажи, 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 пожалуйста, наши слушатели это знают уже, ну, и я еще раз напомню, ты очень пристально, традиционно следишь за новостями из районов, вот если в городе еще как-то, ну ладно, поданашиваем бы наши вещи, и хоть какая-то инфраструктура у нас есть, ну и движуха есть, вообще как-то жизнь, во что превратится наша деревня? А может она наоборот расцветет благодаря всему, что происходит там? Может народ из города в деревню поедет? Сейчас очень много, слава богу, фотографий в интернете, даже не надо что-то додумывать и выдумывать, очень много массовых мероприятий, когда люди приходят в лучшем, да? В районах. В районах, в арест культуры или куда-то еще. И это лучше? Ты знаешь, вот они приходят в этом лучшем, это мне очень напоминает, вот когда мы сейчас смотрим съемки советского времени, да, помнишь вот эту вот серую страну, показывают на стадион, там все такие серые трибуны все одного цвета, и кто-нибудь один в синей курточке сильно выделяется, про красную я уж не говорю, вот. Там, понимаешь, там не успели разбогатеть за эти годы, поэтому там стиль остался. Им не так больно? Им не так больно, как у нас говорят, им не так высоко падать, да, то есть они сильно не поднялись. Вот. И между прочим, вот эти довольно-таки остромодные дамские, особенно наряды, да, они очень неплохо выглядят, да, мне даже очень нравятся. У них что-то есть такое вот привлекательное, сексуальное, я бы даже сказал, вот если можно это слово внушки потребит. Но и однако, все равно, тем не менее, ты какой-то серьезный упадок уже наблюдаешь там в районах, или ты говоришь, что это самая стабильная структура, какой вывод там не делал? Понимаешь, как бы упадок, он сейчас есть. Падать некуда уже. Нет, упадок есть везде, безусловно, совершенно. И там он тоже очень сильно ощущается в плане и покупательных способностей, она там и так-то никогда не была высока. А ведь они же, понимаешь, они же, у нас же все равно там 60% продовольствия, продовольствия импортные, и оно подорвало не только арктиру, оно подорвало во всей России и там тоже, понимаешь. Поэтому ограничения идут, там спасаются, конечно, своими огородами. Вот, вот это вот то, что нас, видимо, выручит в очередной раз. Ну и вот такая тема, она, не знаю, насколько актуальна действительно сейчас, потому что мы сейчас не обсуждаем строить или не строить там парковку на Комсомольской площади, очевидно, что она уже строится вместе со сквериком. Вопрос, который сейчас все освещают, это будет она платной или будет она бесплатной, эта парковка. Город заявлял в свое время, что сейчас она будет бесплатной, но никто не гарантирует того, что она снова в платную, ну, что она не превратится в платную и мотивирует. В частности, Владимир Быков говорит о том, что многие люди обращаются с просьбой оставить машину на несколько дней, пока они уезжают, пока они уезжают, там, значит, из города. Поэтому вполне возможно мы делаем вывод, что платная она станет. У меня что-то какое-то сегодня действительно такое направление, настроение, что все плохо, не знаю, с похолоданием, что ли, связано, или с утренними новостями, но кто платить-то будет в ближайшее время за парковочные места, честно, у меня ощущение, что скоро машины все поставят на прикол, или я так слишком уж пессимистично на это смотрю, и все эти планы о том, что будут платные парковки, будут пополняться бюджеты, даже за счет этого, а не какие-то такие последствия по этому поводу ничего сказать, потому что я не автомобилист. Понимаешь, я не могу это оценить со своей точки зрения, то есть как бы я себя повел, и, соответственно, как-то интерполировать это на других людей. Но вот насчет того, что у нас, когда говорят, что будут строить бесплатную парковку, а строят платную, то это никого уже не удивляет. У нас же говорят, что будут строить пятиэтажную, а потом строят шестнадцатиэтажную, тоже уже никого не удивляет. Поэтому тут вот всегда находят потом оправдание, объяснение. Тем не менее, я нарушаю собственные же слова, и никому не стыдно, потому что меня больше всего поражает. То есть это вполне возможно сделать платную эту парковку. Скорее всего, сделать все возможное, чтобы в окрестках всех вокзала поблизости больше машины было ставить не емли. Придумают, придумают как-то сделать. Да, придумают как-нибудь. И все равно загонят людей, да, какую-то часть людей снимают парковку, загонят, потому что надо поржаваться. А думаешь, нет? У нас не поленились там пять лет, выкорчевывались, из города все киоски, там занимались этим, по-моему, с утра до вечера, все-таки выкорчевали, да, почти все. То же самое выкорчевывают и здесь, найдут оправдание, скажут, что это нецивилизованная форма. У нас здесь смотри, как здорово. Есть закон, скажем, о торговле, да? Он прямой и понятный, да? Вот написано, то-то можно, то-то можно, то-то нельзя, то-то нельзя. Что делают? У нас придумывают свой термин. Здесь торговля оказывается цивилизованная, а есть нецивилизованная. В законе этого нет. Тем не менее, этим оперируют, как если бы это было написано в законе. Причем, что цивилизованная парковка или там торговля, а что нецивилизованная, решает в каждом конкретном случае конкретный человек. Например, пришел Владимир Васильевич Быков, сказал, нецивилизованная. Надо убрать отсюда вот эту вещь, там, сделать здесь парк, посмотри, теперь скамейки поставить. Бух, и не стало места у вокзала единоплатным. Понимаешь? А другой вопрос, кто при этом еще станет хозяином адекватной парковки, кто будет, собственно, собирать это скидку. Минципалитет. Я не уверен, что у нее есть такие функции, скорее всего, придется кому-то передавать в аренду. Ну вот. И там, не удивлюсь, опять какие-нибудь знакомые фамилии. Те же самое. Детей от третьего брака или еще что-нибудь. Может, ну что-нибудь хорошее, ты скажи про наш город. Да я люблю наш город. Что про него? Понимаешь, Свет, мы говорим много хорошего, плохого, разного. Но мы здесь живем. Сквер с фонтанами ходил. Мы здесь живем с музыкальными, которые вы дадут. Конечно. Немножко разочаровался, но все равно хорошо, лучше, чем было. Хотя бы почистили там, а то, что на зелоне было страшно. Ощущение праздника есть? Нет. Ощущение праздника нет. И ощущение недоделанности этого вот всего комплекта есть. Народ видел сколько там? Я был не в самый, наверное, удачный день. Там было нормально народа, как обычный человек, может быть, 30 там было. Я был на открытии, когда там было, не знаю, тысячи новых человек. Вот. Ну, конечно, с этим объемом, с этим оврагом надо еще поработать. И вот этот камень на входе, где написано, что там как-то парк имени чего-то 60-летия СССР. Вот как ты понимаешь, с этими фонтанами это уже не гармонирует. Надо, как у нас говорят, либо... Там еще... Оно в диссонансе. А делалось все одновременно. Да. Оно в диссонансе, потому что это подошло бы вот к прежнему этому парку, когда он был такой немножко неухоженный. А сейчас нужно что-то уже более такое коммерческое, что-то более дорогое. Ну, про парк мы сегодня говорили в дневном развороте. С тобой уж не успеем поговорить, потому что время наше закончилось. Ну, я сказал, что это хорошее. Да, конечно. Мне на самом деле нравится этот парк. Город люблю свой, говорю. Я люблю свой город, да. Главный редактор журнала «Товар, деньги, товар». И это была программа «Особое мнение». До свидания. До свидания.